ребятки всем привет сегодня будем разбирать полную пошаговую стратегию как с нуля дойти до миллиона и больше на самом деле на услугах для бизнеса и я постараюсь сделать так я не знаю сколько время подкаст займет но я постарался дать вам исчерпывающую систему сейчас покажу как она выглядит значит у нас с вами есть вот такая вот mind карта в каждом из этапов мы будем с вами смотреть продукт трафик команду и систему для того чтобы нам нужен прогнозируемый системный результат не так чтобы мы сегодня мы миллионеры завтра мы в жопе сидим да вот чтобы прогнозируем и мы каждый месяц получали новые результаты такая целью этого видео разберемся с этапа с нуля прямо как перейти на соточку как переходить в чужие но делать результаты чужими руками приведу примеры приведу где брать клиентов там много куда копнем вот какие кто должен быть в команде разберем пример орг структур разберем кто у нас на каком этапе должен находиться да вот и что должны изменяться продукте ну что ж давайте сразу к делу еще раз чекну звук картинку вроде все ништяк когда мы только с вами стартуем первый первый этап мы с вами подобные парикмахеру который говорит я умею стричь и здесь наша задача по сути взять ответственность за что-то да когда мы говорим я умею стричь понятно что к нам какой-нибудь я не знаю там ксения собчак или какой топ телеведущий не придет стричься но наши друзья наши какой-то семья какие-то коллеги знакомства они будут нашими клиентами поэтому клиентов точно хватит всем за это можно не переживать главное что здесь мы делаем это мы берем ответственность что же у нас в продукте по сути наша задача в продукте я создам несколько важных ориентиров но когда мы хотим например расти оказывать услуги для бизнеса это очень легкий вход нам не нужны какие лицензии нам не нужно инвестировать в капитал нам не нужно ничего кроме по сути ответственности желание в этом расти достаточно много существует обучающих материалов интернете вот может быть вы сейчас работаете в найме оказываете по сути услуги для бизнеса и знаем и планируете как перейти как технический специалист или как маркетолог как продавец вообще значения не имеет может быть вы там конвейерные линии строите это для вас путь точно тот тоже на полностью подойдет итак когда мы прям совсем начинашки наша задача по сути понять что нам нравится вообще делать что нам откликается делать а что нас вызывает сопротивление очень важный такой внутренний барометр для того чтобы это понять нам надо попробовать нам надо попробовать делать не знаю если про маркетинг говорит сайты трафик воронки смм техничку фото контент то что нам чтобы понять а что нам собственно говоря нравится и после того как мы поняли что он откликается вот в свое время я начал с копирайтинга я понял то что ну копирайтинг а для меня достаточно простая задача структурировать смысл и на сайтах это как будет очень легко дается и результат там очень классный совсем не шаблонный очень продающий в чем здесь бывает ловушка то что если на что-то очень легко получается мы как привыкли что надо страданиями добывать нет если вы страданиями будете добывать вы дальше первого этапа не уйдете поэтому очень важно обращать внимание на то что дается прям легче всего и фокусироваться на этом заниматься только этим только так можно что-то адекватно построить куда-то пойти дальше на что хочу обратить внимание на Для того, чтобы мы с вами строили такую устойчивую модель про устойчивые процессы, сразу же занимайтесь чем-то, что имеет в себе перспективу повторных ежемесячных платежей. Когда вам нужно всего лишь 2-3-5 проектов, они вам регулярно платят денежки, и вы знаете, прогнозируете свой доход на несколько месяцев вперед. Долгое время у меня такого не было, я занимался как раз только прототипами для сайтов, но с другой стороны у меня заказывали агентства, агентствам регулярно нужны были мои прототипы, поэтому я точно знал, что у меня есть там пул из 8 агентств, которые мне постоянно приносят заказы, прототипы, технические задания для сайтов, где там тексты, смысл и так далее. Что это может быть за услуги? Я привел некоторые примеры, да, быстренько чекнем. Все, что касается трафика, авито, сео, контекст, серм, рекрама в картах, таргет, все, что касается трафика, нужно ежемесячно. Контент, рилсы, смм, вот то, что сейчас очень болит. Сайты, их обслуживание, сайт мы сделали, потом нужно, чтобы он не падал, чтобы он работал, чтобы на нем обновлялась информация, тоже важная вещь. Да, все, что касается, может быть, заполнения карточек на маркетплейсах, сейчас такая идея пришла. Боты, бот нужно собрать, запрограммировать, и если им пользуются, то нужно его поддерживать, да, особенно если мы говорим, например, про инфобизнес, где люди закупают много трафика, это дорого, это очень рискованно, и бот не может упасть. На самом деле, мы потом дальше про это поговорим, пойти в найм, это очень крутая стратегия, кому-то она очень сильно откликается. Бизнес-молодость в свое время, и сейчас АЯС за этот опыт, что зашкварь-зашкварь работать в найме, но на самом деле, ну вот как я считаю, да, ключевая задача не в том, чтобы бабла поднять, а в том, чтобы себя еще счастливым чувствовать. В первую очередь, наверное, счастливым, максимально комфортным способом, чтобы нам эти деньги приходили. Есть очень классные стратегии, как можно деньги зарабатывать в найме. Внедрение CRM-систем и так далее. В общем, нижемесячные платежи. Для того, чтобы выйти на соточку, нам условно надо взять три проекта по 35 тысяч. Вот все так просто, да. Есть хороший пример. Нина Орлова, она зарабатывала где-то тысяч 20 нестабильно, вот, потом внедрила одну штучку, которую я расскажу на следующем этапе. Ей 25 тысяч начало пассивно капать. Она сосредоточилась на одной нише, которая называется, как они называются-то, ребята, которые продают всякие герболайф. В общем, вы поняли, да, это люди, которые, сетевой маркетинг. И она привлекает клиентов в сетевой маркетинг. То есть, сетевикам, маркетинг для сетевиков. Такая вот понятная ниша, никем не занятая, она сама из сетевиков. Она очень хорошо понимает психологию этих людей и там делает сайты, собирает на них трафик. Вот, и в итоге у нее ежемесячные платежи, все в рамках одной ниши. Она счастливо светится. На ютубе есть в моем, как это все происходит у нее. Можете зарядиться ее эмоциями, да, когда она на соточку вышла первый раз в жизни, прогнозируемая и понятная. Значит, где брать заказы? Заказы. Это знакомые, это другие агентства, которые, или компании, которые оказывают похожие услуги. Вот как я вот, как прототипировщик, как человек, который собирает тексты, раньше просто обошел, спарсил все агентства, сказал, вот мои, как я умею делать, вот мои примеры работ. Вот, который я мог сделать там для своих друзей, начинал я с этого, за полторы тысячи рублей, написал у себя в соцсетях, вот. Ну и если вы проходите обучение, как правило, как правило, на потоках с обучениями очень хорошо можно набирать себе заказчиков. Первых заказчиков берем оттуда. Значит, кто нам нужен в команде? В команде нужно нам только вот левая рука и правая рука, вот и вся наша команда, да, и голова на плечах. В системе, система очень простая, мы делаем работу в срок, показываем результаты в своих сетях и стараемся делать обмен с превышением, для того, чтобы люди нам платили не только деньгами, 35 тысяч в месяц, да, но и рекомендациями, потому что они могут нам платить рублями, а могут платить рекомендациями, про это мы должны помнить. Если мы оказываем услуги для бизнеса, да, вот это вообще очень важное правило, то не будут нас искать сильные и большие заказчики в интернете, да, если, вот, если кто-то уже в бизнесе давно, представьте, что вам нужен, я не знаю, таргетолог или команда по трафику, или люди, которые сделают классный сайт, или внедрят CRM-систему. Вы не сможете рисковать, вы не пойдете смотреть в Яндексе, вы спросите у знакомых, предпринимателей в первую очередь, да, а те должны быть готовы вас рекомендовать. Рекомендую только тех людей, которые не пропадают, которые на связи, которые делают реально круто, хорошо и немножко больше, чем от них ожидали. Теперь, когда мы сделали 35 по 3 проекта, да, и переходим на второй этап, от соточки до 500. На самом деле тут скрывается несколько этапов, но я хочу вам поделиться несколькими ключевыми принципами, которые помогут этот этап вам помочь пройти легче. Так, я чекну все, легутся связи, вроде бы. Что же здесь у нас в продукте, в трафике, в команде и в системе? Погнали. Значит, как у нас здесь меняется продукт? Если здесь мы продавали что-то как-то, условную настройку и плавали в кровавом океане, нас постоянно сравнивали там с чем-то, здесь на самом деле мы чувствуем себя очень неуютно, некомфортно, в силу того, что, ну, мало еще компетенции, в силу того, что мы не умеем выдерживать какую-то позицию, может быть, нами манипулируют некоторые заказчики, вот, такое все проходили, но вот на этом этапе все начинает меняться в большую позитивную сторону. Значит, здесь у нас есть пара важных вещей. Во-первых, чем раньше вы разберетесь в таком понятии, как customer development, тем лучше. В моем понимании это буквально развитие покупателя, я много где в подкастах за это топлю. Наша задача, чем раньше мы начнем развивать бизнес, решать его настоящие задачи, в идеале еще лучше, чем заказчик сам представляет, тем быстрее и больше результатов мы получим. Поэтому мы кастдевим, надо разберитесь в кастдеве, сейчас достаточно много есть разных материалов, делать это хотя бы как-то буквально погуглите, уже будет лучше. Вот. И по сути, как я в прошлом подкасте говорил, наша задача поиграться в Тива Джобса, для того, чтобы придумать путь из точки А в точку Б, какой мы можем помочь внедрить продукт или какую-то систему нашим предпринимателям. Когда я начал этим заниматься вопросом, у меня вырос чек в 4 раза. Таким образом, я помню, я заработал первые 100 тысяч рублей за месяц в сентябре 2015 года. Значит, что у нас здесь есть? У нас вообще с вами здесь есть 3 стратегии. Теперь у нас потихоньку будет ответвление. И из-за этого ответвления, как сказать, мы его должны держать в голове. По сути, у нас есть, понятно, что стратегии больше. Я, например, выделяю всего 7 стратегий. Но вот такие 3 достаточно распространенные, их вектора всего 3. Первый вектор – это рост чека. Когда мы осознанно работаем в этом направлении, даем больше ценности, что и рост чека. Это не просто, когда вот сейчас вот есть такой тренд на большие чеки, типа, я стою миллион. Почему? Потому, да? Может быть, кто-то купит. Но если не купит, ладно, за 100 тысяч сделаю. Это не про вот этот случай. Здесь мы постоянно развиваемся как предприниматели, как стратегии. У нас растет компетентность, мы охватываем какие-то соседние сферы. И начинаем решать вот истинную задачу бизнеса на основе КАЗДЕО. Что я имею в виду? Допустим, раньше я когда начинал, я делал сугубо прототипы. Потом я начал брать ответственность за сайты под ключ целиком, продающие сайты, на которые пускали трафик, и моя задача была увеличить конверсию. После этого я начал брать на себя трафик под ключ, потом CRM-систему, потом воронки, потом системы из нескольких сайтов, потом рекрутмент какой-то у нас уже пошел. Вот. То есть растет наши hard skills, растут наши компетенции, растет команда подрядчиков, партнеров, которые нам помогают реализовывать более комплексные решения. Важно понимать, что как выбрать моя стратегия или не моя. Потому что одному она подойдет, другому не подойдет. Я разделяю как? Я человек достаточно творческий, да, я люблю деимотивировать, я много разговариваю. И для меня важно сделать что-то эдакое, реализоваться. В общем, если вы хотите реализоваться прям в чем-то, творчество у вас в руках, вот эта стратегия про вас. Если вы хотите просто бабосиков, вот просто бабосиков, вот бабосики и все. Вот как можно вот проще и больше бабосиков. Есть такие люди, это не про меня, на котором вот чисто вот деньги являются очень ключевым приоритетом. Тут ваша задача просто брать типовые проекты, их масштабировать. Я про это тоже расскажу. И третий формат, это когда вы чувствуете себя очень комфортно в команде, вам нравится работать над одним проектом, его регулярно докручивать, вам не хочется испытывать какой-то нервяк, связанный с неопределенностью, там где брать клиентов, там команду, вот это все разруливать. Потому что, ну, предпринимательство, если мы идем по первым дум-стратегиям, это предпринимательство, да, и здесь мы все плюшки и все подводные камни, его разом тоже получаем. Но если вот у меня, например, горит, не надо прям реализовываться, я хочу брать на себя ответственность, я хочу реализовываться как предприниматель, это прям мое, да, и тогда мы выбираем эту стратегию. Но ничего плохого в том, чтобы пойти в найм и там, например, качнуться, тоже нет. Иногда, конечно, вот эти все стратегии миксуются. Ну, пошли по порядку. Как развиваться стратегии роста чека? Примеров вам конкретных покажу. На самом деле гораздо больше. Я покажу примеры, которые связаны с, ну, чтобы один раз просто их сейчас провести, да, и дальше они будут и про 2 миллиона, и про 5 миллионов. Вот, например, Леонид Аполлонов вырос примерно на 1 миллион в месяц, да, вот у него недавно случилась сделочка на 1 миллион в месяц. Как это происходит? За счет Каздева, за счет вот этой пошагового плана с точка А в точку Б, за счет более точного видения, чем у нашего заказчика, мы приходим, берем ответственность, 1 миллион в месяц на себя забираем. Виталий Чернявский тоже таким же образом работал. То есть сначала к нам приходит проект на какой-то небольшой чек, вот к Виталию Чернявскому он пришел за Яндексом, за настройкой контекста, за 40 тысяч рублей, да, и в итоге потихоньку-потихоньку за 2 года дошел до чеков в 1 миллион в месяц, 970 тысяч, точно так же, как у Леонида. Второй пример Сергей Казанцев, это когда много проектов, у него 2 миллиона оборотов, 55 партнеров маржа, у него примерно 15 проектов, но за счет того, что в этих 15 проектах достаточно хороший чек, он бустанулся, взял на себя дополнительные обязательства, дополнительные услуги, как бы приходим к тому, что у нас регулярная оборотка 2 миллиона в месяц и есть повторяющиеся платежи. Это про рост чека. Как делать больше типовых проектов? В чем здесь прикол? В чем здесь ключевой точки роста, куда мы газуем? Значит, часто люди хотят выбирать нишу какую-то специально. Здесь у нас на самом деле есть всего 2 варианта. Либо мы делаем 1 тип услуг, условно, трафик для онлайн-школ, или SEO-продвижение. У нас вот есть прям супер-ключевая услуга. Либо мы выбираем 1 нишу, в которой мы топим, в которой мы работаем. Но как правило, по моей насмотренности, может быть, вы приведете мне другие примеры, не знаю. Люди, которые пытались осознанно выбирать ниши, они потом сталкивались со сложностями. Люди, которые преуспели в нишевании, случилось так, что ниша выбрала их. Они даже, может, этого не очень хотели. Но если уж смотреть, какие ниши хорошо работают. Во-первых, вот вам несколько критериев. Три критерия. Люди должны работать в одном регионе, не по всей стране. То есть, допустим, это местный производитель, понимаете. Если человек продает потолки по всей стране, ну мы не можем взять еще 90 потолочников, которые работают по всей стране. А здесь вот наша задача хотя бы до 150 проектов довести. Второе важное условие – цикл сделки 2 недели или меньше. Потому что вам вряд ли будут платить, если это какая-нибудь недвижимость или какое-нибудь строительство крупного дома. Потому что цикл сделки слишком длинный, и вам ежемесячно платить просто за то, что вы, я не знаю, у вас есть какая-то связка, ну не срабатывает. И средний чек от 10 тысяч рублей для того, чтобы укупалась реклама. Вот вам такие вот три параметра, если вы хотите двигаться по этому пути. Несколько примеров из числа моих учеников. Вот Ваня Ложкин – это лестницы, такая строительная ниша. Мы производим лестницы, у него там много клиентов, которые занимаются лестницами. Он заработал миллион чужими руками, несколько миллионов клиентам. Можно посмотреть детально его инсайт, что он для себя выяснил у нас в группе ВКонтакте. Илья Багадяш пришел с проектами по лазерной эпиляции. У него было 17 проектов. Хотел от этого отказаться. Говорит, мне задолбали просто эти лазерные эпиляции. Как мы видим, если человек – это оригинальная компания, то это определенная специфика. То есть предприниматель, может быть, не очень хочет расти в федеральную сеть. Они, может быть, не очень образованы в этом отношении. Может быть, не все считают. И вот с этим мы здесь имеем дело. Такой вот факт простой. Нас могут требовать каких-то неадекватных вещей. Но мы это принимаем, топим в одну нишу. И вот как Илья Багадяш отказался от других проектов, здесь очень важно сказать «нет». В этой нише то, что мы только работаем с этим, топим туда. Больше одного миллиона, вот он вышел. Ну и там Дмитрий М на SEO-услугах продалел планку в 2 миллиона чистой прибыли. Он уехал открывать офис в Москве, там купил себе квартиру, машину в Питере. Но суть в том, что он просто сфокусировался на SEO. И потихоньку, потихоньку за несколько лет дошел до 2 миллионов рублей чистой прибыли в месяц. Классный пример. Классный пример. Потом разберем, что именно сработало, да, вот уже там на уровне там в 500 миллион. Следующая стратегия найм. Что значит, как вообще преуспеть в найме? Потому что многие считают, что это зашквар. Многие считают, что это очень долгий какой-то путь, надо как можно раньше врываться. Нет! На самом деле очень многие фрилансеры возвращаются в найм просто потому, что там прибыльнее. Просто потому, что в найме, если вы не знали, можно зарабатывать 500 тысяч в месяц. А это, пардон, 6 миллионов рублей за год чистой прибыли. А это, пардон, как вот Андрея Петрова, из примера ниже, да. Это, пардон, не на каждом проекте, знаете ли, можно ли получить. Вы пойдите еще выйти на 500 тысяч рублей. Вот. Андрей Петров купил землю, Ленобласть. Макс Томашевский в итоге из нами вообще вырос в директор по производству миллиардной компании с процентом своим. Ваня Балаев тоже на канале показывал, как он с 20 тысяч вырос в найме, просто пришел в найме за 250 тысяч в месяц. Вот такой вот рост в 10 раз. Неплохо же? Мне кажется, очень даже неплохо. И есть еще одна у меня ученица, Вика. Она просит ее не показывать, чтобы работодатель не узнал. Она работает в двух местах. Вот. И она выросла с 80 тысяч в месяц до полумиллиона рублей за две недели. Вот такой вот у нее интересный оклад. Значит, для того, чтобы преуспеть в найме, помимо того, что мы договариваемся на хороших условиях, наша задача здесь работать осознанно. Во-первых, мы здесь делаем себе имя. Мы делаем себе кейс для того, чтобы стать медийной личностью. Мы проработали в какой-нибудь компании, желательно найти прям топ-компанию на рынке, самую известную, да, самую, про которую знает весь рынок, и там сделать какой-то вау-результат. Я хочу сказать, что здесь, конечно, надо знать меру, но потому что в очень больших таких, не знаю, бюрократизированных компаниях, конечно, может быть сложновато стать прям номером один. Поэтому мы здесь смотрим, чтобы она была суперизвестная, чтобы там был сильный результат. И в то же время наша карьерная лестница там не заняла бы 20 лет. В процессе мы реализовываемся как руководитель, мы проактивный наемный работник. Мы, во-первых, кастдевим нашего работодателя, чтобы понять, какие у него на самом деле задачи, какие на самом деле проблемы он хочет решить, какие по-настоящему у него есть цели. И берем инициативу и достигаем его целей. Вот так вот. И в итоге у нас выходит свой метод, да. Мы задаем себе вопрос, почему у меня получается. И из этого выходит там 5-6 шагов, которые ведут к результату по твоей системе. И про это мы пишем, про это мы ведем в свои соцсети. Понятно, что есть NDA, но метод мышления очень интересно транслировать, да, чего вы добиваетесь на работе. И прикольно, что можно очень легко согласовать с работодателем, это вывести ассистента за счет компаний. У меня, например, у руководителя по продукту, у руководителя по трафику, у руководителя по работе с базой есть свои ассистенты. Потому что я не хочу, чтобы мой топ-менеджер занимался поиском картинок. Я хочу, чтобы он реально влиял на вещи, которые ведут к результату. А пускай он лучше дохнет, подумает, как сделать так, чтобы моя компания масштабировалась. И это совершенно нормальная практика. У вас, то есть, может быть, ассистент, вы за него не платите, никак его не оформляете, его берет на работу компания. Огонь. Вот, это что касается продукта и стратегии. То есть, здесь мы это в уме у себя держим. Либо мы растим чек, либо больше берем типовых проектов, либо продвигаемся очень хорошо в найме. Значит, где же нам искать клиентов? Где же нам искать клиентов? По продуктовую линейку, наверное, это прямо заслужит отдельного подкаста. Сейчас не буду ее вкратце рассказывать с Комкана. Самый интригующий вопрос. Меня регулярно спрашивают, Володя, где мне брать клиентов? На самом деле, когда такой вопрос возникает, проблема точно не в том, где их брать. Если вы чуть-чуть голову включите, вы точно разберетесь, где их брать. Проблема в том, что вы, скорее всего, продаете левый продукт, который нахрен никому не сдался. Или абсолютно типовой, как у всех. И это, конечно, на него клиентов найти невозможно. Как только у вас появляется продукт, решающий настоящие боли рынка, решающие задачи экономической системы, у вас сразу система вас наделяет ресурсами. Это законный систем. Поэтому посмотрите прошлый подкаст, если у вас трудности с клиентами, стопудово он вам очень зайдет. Но, тем не менее, я для вас подготовил три типа каналов и некоторую цифру из нашей аналитики, чтобы вы понимали, что сейчас работает лучше всего. Значит, вот здесь, если вы видите, у нас была программа, которая называлась «Быстрый прорыв». Это был такой эксперимент. Его больше нет, у него нельзя попасть. Итак, мы брали людей, и за две недели у нас был простой оффер. Либо делаешь 300 тысяч, либо возвращаем бабки. И мы посмотрели, какие каналы работают лучше всего. И вот они. Посмотрите, старые клиенты и необработанные какие-то там люди, которые с вами начинали переписки, принесли больше всего денег. 4 миллиона рублей. Мы потом повторили эту историю. Суммарно ребята заработали 16 миллионов, но вот один из там срезов, когда мы прям погружались в аналитику, было так. Текущие клиенты. И если люди вам уже платят, очень высокой вероятности они готовы вам платить еще. Просто вы у них не спрашивали, что у них еще вообще болит. Особенно если это крупный клиент, ему с вами кайфово работать, он готов вам платить гораздо больше. Рекомендации. Сейчас про них поговорим, есть определенная технология, как делать так, чтобы вас больше рекомендовали. Партнерство с другими специалистами в смежных тематиках или компаниями в смежной тематике, с той же самой целевой аудиторией, которая покупает ваши услуги. Ну и дальше уже идут такие каналы, которые уже реально запуск трафика на себя. Давайте чуть-чуть теперь копнем в глубину. В этот момент обязательно надо поставить лайк, если вам нравится то, как мы практически все разбираем. А я пожду ваш лайк и делаю углоточек кофейку. Итак, теплые источники теплых клиентов. Теплые клиенты – это наш любимый клиент, например, моя стратегия – это рост среднего чека. И вот эти полухолодные мне не очень подходят. Мне хватает теплых клиентов. И у меня, по сути, в моем агентстве, Тайфа Диджитал, работает два ключевых канала. Первый – это личный бренд Тесарафан, медийность, да. И второй – это партнерство. Поэтому вот эти два у меня приносят просто, ну, вообще старый и текущий тоже. Постоянно что-то обселить. Погнали в личный бренд. Значит, смотрите. Для того, чтобы многие переживают то, что, например, Сарафан. Я завишу от Сарафана. Это не управляемый канал, да. Нету контроля. Сегодня три заказчика, завтра ноль. Действительно, на старте так оно часто и бывает. Но Сарафан – это очень и очень управляемый канал на самом деле. Важно просто работать над ним системно, да. Давать плюшки за рекомендации. И вообще говорить – порекомендуй меня. Просить это. Если у вас люди не купили, вы как-то не сошлись, например, по бюджету. Можно сказать – а в целом, как тебе подход? Если я тебе под… Ну, если у тебя друзья, товарищи, которым наша услуга бы подошла, я готов тебе сделать что-то за свой счет. В том случае, если ты меня порекомендуешь. Поэтому просим смело три рекомендации, получаем себе рекомендации. Следующий канал – партнерство. Это могут быть специалисты в смежных тематиках. У нас вот прям есть прям большая партнерская программа. У нас там более 250 партнеров. И это очень удобно. Потому что зачастую, например, вот вы занимаетесь SMM. Или вы настраиваете чат-ботов, да. Но вашему заказчику очень нужен контент-менеджер. Или вашему заказчику очень нужен трафик из Авито. И вы просто не знаете пока таких людей. Но вы можете найти их, если уж такой случай у вас возник. Объединиться с ними и договориться, что давай, в случае, если понадобится по моей части услуги, ты мне передашь заказчику, я тебе заплачу. Вот как хорошо я работаю. И также я в обратную сторону. Один из моих учеников, Александр Бурцев, он купил, просто попросил ассистента спарсить ему 300 специалистов. И вот так вот руками ассистента со всеми этими спецами договорился. Но на самом деле это еще не все. Есть юридические компании, есть бухгалтерские компании, есть бизнес-центры каворкинги, есть провайдеры, телефония и так далее. То есть все эти компании, которые указывают услуги для бизнеса, мы к ним приходим, говорим, что 15-20% будем им давать, позвоним по их базе от их имени, от их лица, предложим какой-нибудь аудит и закроем на наши услуги. Вау, так просто! И это будут очень теплые продажи, потому что есть уже какая-то рекомендация, и в целом этим компаниям привыкли платить. Очень важный канал – это продвижение контента. Если мы хотим работать, получать регулярно и управляемо теплых клиентов, мы должны платить бабки за продвижение нашего контента и вообще им заниматься. Здесь у нас есть два типа вообще штук – контент. Это не только где мы пишем какой-то полезный материал, это, конечно, наш собственный блог, наши собственные социальные сети. Если у вас еще нет телеграм-канала, заведите его, потом вам дам референс очень хороший. Но это еще и выступление. Мы можем организовывать свои выступления, свои бизнес-завтраки в своем городе. Я помню, как я организовал бизнес-ужин на Пхукете. Я прилетел на Пхукет, почувствовал, что у меня прям там все хотят встретиться. Я попросил, прилетела моя помощница из Уфы, мы вложили 15 тысяч в Таргет. Пришло 300 человек. Я просто в шоке был. Конечно, мы с этого мероприятия заработали там в районе 700 тысяч рублей. И я приехал, просто выступил и все. И то мы половину лидов похоронили. Мы только нашли их через полтора месяца, а у нас там было 60 с лишним заявок. Это какой-то вообще, с нашей точки зрения, был организационный косяк, конечно. Но вот факт есть факт. Все равно мы 700 тысяч заработали. И недооцененный канал – это стать хедлайнером в каком-то бизнес-комьюнити. То есть есть много разных комьюнити. Атланты, Терра, Угребенюка есть. Представьте себе, особенно курсы, которые платят очень много денег, миллионы рублей, системно, ежемесячно за привлечение предпринимателей. Зачем вам платить за это? Приходите туда, выступайте там, делитесь опытом, светитесь. Я помню, я пришел, была такая программа МЗС в 2018 году. Я ее окупил в несколько раз. Только вот тем, что я пришел и начал делиться каким-то опытом. Поэтому это прям может быть осознанная стратегия. И некоторые мои коллеги, друзья, партнеры, ну просто там десятки миллионов зарабатывают, выступая там где-нибудь у Аяза. Так, текущие клиенты про них рассказал, они постоянно что-то докупают. Записная книжка – это управление сарафаном на самом деле. Вы связываетесь даже со своими друзьями, спрашиваете, кем они работают, есть ли вопросы по привлечению клиентов, по тому, чем вы занимаетесь. И просите вас рекомендовать по дружбе. И таким образом раскачивайте вот этот вот маятник сарафана очень сильно. Ваши социальные сети. Очень важно завести телеграм-канал с вашими работами, с отзывами, с ошибками, которые совершают ваши клиенты. Не с вашими инсайтами, там исключительно, а с ошибками, которые совершают предприниматели. И откладываем поставить денежки на рекламу. Вот вам пример хорошей телеграм-канала. Есть такой Дмитрий Фомичев. Он тоже прототипировщик, как я в прошлом. И я вижу его рекламу где-нибудь в Яндексе или в... Как он называется? ВКонтакте достаточно часто. И у него такой вот бот. Давайте мы его откроем. Что здесь происходит в этом боте? Знакомство. Я такой, ты секой-то, мне 27 лет, вот мои работы, покажи примеры, что такое вообще за прототип, чем ты занимаешься, вот как это делается, что по срокам, сколько стоит, вот, посмотреть пример, как связаться. Да, и вот у него канал. В канале он, по сути, показывает свои работы. Показывает свои работы. Вот, конкретно с Дмитрием у нас мы работали, но я хочу сказать, что прототип вот этот вот, да, это является такой частью NDA, поэтому его ни в коем случае нельзя показывать. Вот как конкретно Дмитрий делает, это не совсем красиво, как, ну, я считаю, потому что это может увидеть любой конкурент и забрать ключевые смыслы, которые являются там квитэссенцией ресерча, да, и типа полить прототипы, это очень, ну, я вот не показывал никому, вот, серьезно, потому что просто могут украсть, и ничего, ничего не сделаешь, вот. Так что, ну, референс классный, то есть делать вот так вот, ну, это хорошо. Двигаемся дальше, да, то есть мы просто заводим свой бот небольшой, заводим свой телеграм-канал, делимся отзывами от клиентов, таким образом мы повышаем свой бренд, а во-вторых, мы делаем что себе, самооценку повышаем, потому что мы регулярно, у нас есть специальное место, где результаты наших проектов, потому что здесь, на этом уровне, начинает болтать еще и по самооценке там, типа я недостаточный эксперт, начинает синдром самозванца долбить в уши, да, и когда это происходит, мы начинаем просто пролистывать перед встречей результата наших работ, повезти на отзывы от клиентов, понимаем, что, фух, все, иногда, конечно, бывают какие-то факапчики, как у всех, все мы люди, но, в общем и целом, я делаю классный, качественный продукт. Headhunter, знакомства, конференции, тренинги, все это очень хорошо работает. Теперь полухолодные каналы, кратенько посмотрим. Яндекс, Квиз, ВК, тоже, ну, вот реально, если просто голову вы включите, очень легко найдете все нужные вам связки, про них вот тоже в интернете достаточно много информации. Мы 24 связки собрали с примерами, что, как работает, но поверьте мне, никогда эти связки не были прям ключевым фактором роста. Ключевой фактор роста всегда был тут, в продукте. Вот если продукт говно, сколько бы связок или не бьется с потребностями рынка, о чем я говорил в прошлом подкасте, вы хоть миллион на трафик закопаете, ничего у вас не продастся. Ну, а потом совсем холодные каналы хорошо работают. Холодный обзвон, автоматический обзвон, разные рассылки в Телеграме, в Инсте. Это все работает. Единственное, что это хорошо работает для кого? Для тех, у кого стратегия больше типовых проектов. Вот у них, да, если у вас большой чек, то у вас работают теплые каналы. То есть зафиксировали. Если мы хотим работать с крупными заказчиками, ну, нам надо иметь у себя как раз-таки линейку с входными услугами, чтобы нас попробовали наш подход. Что такое входная услуга? Это когда мы берем небольшую сумму денег и показываем, какие мы красавчики. Показываем нереально большой результат. Делаем так, чтобы клиент просто выпал в осадок от качества. Например, одна из входных услуг нашего агентства, мы такие сапожники с сапогами, это маркетинговые исследования. Все проекты, которые приходили к нам с чеком от миллиона рублей, приходили через маркетинговые исследования. У нас вот здесь вот мы сделали целый лендинг на 17 экранов. Что входит в это исследование, да? Как это все устроено и так далее, и так далее. Целая там видеопрезентация есть. Чуй ты вообще, да? И, конечно, это сильно утепляет, да? Вот какие у нас там примеры работ, прочее, прочее. Итак, ну это про линейку услуг. Вот на холодный чек это можно продавать. Ну вот теплым заказчикам лучше можно сразу продавать на большой высокий чек. Это был самый большой, наверное, кусок про трафик и продукт, потому что вот здесь я в свое время заострял года на три. С 2013 по 2018 год я вот был тут. Пять лет получается, пипец. Пять лет я вот этой штукой болел, пока вот эти две вещи не понял. Когда нам нужно создать продукт, который мэтчится с рынком, когда мне нужно просто топить в рост чека, потому что это моя история, вот, и когда мне просто нужно работать с каналами теплого трафика и добавить линейку из нескольких услуг. Теперь поговорим про команду. Здесь 300 тысяч зарабатывать, ну, достаточно иметь хорошую голову на плечах, просто быть умным парнем или умной девушкой. Это 300 тысяч у вас в кармане. Но хочется, чтобы это были 300 тысяч кайф. Хочется, чтобы это было много свободного времени. Никакой там работы на выходных, чтобы все, всего хватало. Я сейчас, кстати, фишку расскажу, вообще охренеть. Что же у нас за команда? Очень простая у нас с вами, ребята, команда здесь. У нас всего есть три человека. Во-первых, это личный ассистент. Очень важно всю мелочевку разгружать, потому что если вы сами ищите картинки, если вы сами переписываетесь, со всеми назначаете встречи, если вы сами ведете свой календарь, переносите созвоны, то эта работа на рынке стоит 25 тысяч рублей. Если вы хотите зарабатывать 500 тысяч рублей, не надо делать задачи, которые стоят на рынке в 20 раз меньше. Ну, не получится у вас делать пятихатку, если вы занимаетесь задачами низкого уровня, окей? Вот, поэтому наймите себе ассистента и высвободите время на задачи, которые по-настоящему приносят хорошие деньги. Следующее, что вам нужно сделать, найти хорошего специалиста по вашей ключевой компетенции. То есть, я помню, как я искал с большим трудом прототипировщиков, даже пришлось сделать свой собственный курс для того, чтобы были люди, которые работают по моей механике. Но вот у меня было там три ученика, которые полностью там, не знаю, я им давал, платил деньги, ученики были, которым я платил деньги за мои проекты. И очень важно, чтобы у вас появился специалист по вашей ключевой компетенции. То есть, делайте таргет, найдите таргетолога, делайте директ, директолога, занимайтесь наймом, найдите себе HR, который будет основную часть работы по вашей компетенции делать. Но очень важно, чтобы он в перспективе, если вы хотите расти, стал менеджером проектов, project-менеджером. И для того, чтобы он им стал, у него должны быть помимо профессиональных компетенций, сильные софт-скиллы. Какие? Он постоянно учится и развивается. Поэтому классно, вот ко мне пришли учиться ребята, в 2015 году это было, они пришли учиться, и это уже был хороший показатель. Среди них я увидел, насколько они ответственны. Я им передавал проекты, если он косячил, ну понятно, я забирал проект на себя, доделал его сам. Если он делал все в срок, я давал ему следующий проект. Поэтому очень важно, чтобы человек брал ответственность, делал все в срок и мог требовать этих сроков от других. Этот менеджер проектов должен быть больше лидером, чем исполнителем, потому что ему надо требовать как раз-таки от других. И я не говорю чистым лидером, потому что иногда все-таки так бывает. Project-у надо просто погрузиться в проект, решить какой-то срочный форс-мажор и сделать это без вас. Это классная компетенция. И он должен быть очень вежливым и коммуникабельным. Просто вот такой вот у него софт-скил, потому что если он будет хамом, если он будет не чувствовать то, что он грубит, а есть такие люди, я думал, все вежливые, на самом деле коммуникабельные, но потом я нескольких людей поставил, и я был в ужасе. Так что обращайте на это внимание. И впоследствии он будет управлять проектами и позволит вам выйти из операционки желаемой. И плохая новость в том, что таких людей сложно находить с рынка. Пока вы не стали именитым человеком с сильной медийностью, с громкими проектами, вам надо его брать где-то рядышком, чтобы он рос рядом с вами. Ваш подмастерье, ваш Робин, если вы Бэтмен. И вам нужен квалификатор. Это может быть ассистент на первых парах. Квалификатор кто такой? Тот, к кому вам приходят заказы, сразу квалификатор начинает с ними связываться. Понимает вообще, он подходит под наши параметры или нет. Потому что если вы будете встречаться постоянно с... Вот так вот выглядит наша система. Если вы будете постоянно встречаться с лидами или с потенциальными заказчиками, которые не подходят под ваши критерии, это караул. Вы просто будете закапывать кучу времени и несколько лет потеряете. Вот так вот выглядит ваша оргструктурка. Я вам проработал для вашей простоты. То есть есть вы как собственник, у вас есть ассистент, есть квалификатор и вот будущий менеджер проектов. Вначале он просто специалист, но потом он становится проектом, который вот этими специалистами управляет. Здесь подставьте вашу ключевую компетенцию, если вы не директолог, не таргетолог. Также у него есть подрядчики, которыми он сам управляет. А вы по сути управляете проектом. Есть золотое правило управления. Не больше трех человек в подчинении. Ну это прям золото-золото, но пять край. То есть если у вас больше пяти человек в подчинении или у ваших сотрудников, это неэффективно. Вот так выглядит ваша система. Следующее, что вы на этом этапе должны научиться делать, это структурировать свое время. Это очень просто, это с помощью самого лучшего в мире сервиса, который называется Google календарь. Просто вам важно понять, что ваше время это блоки. Ваше время это вот, ну, не резина какая-то, которую можно растянуть, да, а это вот чем-то он всегда, вы чем-то занимаетесь. Либо вы сидите там, мемчики час смотрите, это тоже ваш блок времени, иногда это нужно. Вот. Либо вы там встречу с клиентом проводите. Google календарь себе, если у вас его нету, заведите. Это очень удобный инструмент, которым могут управлять ваши ассистенты, по сути, которые занимаются вашим календарем. Все документы, которые вы делаете по проектам, пожалуйста, разместите на корпоративном Google диске. Не на вашем личном, иначе это будет бардак. Отдельный аккаунт заведите, или там Яндекс.Диск, Мейл, где вам удобнее, не суть. Но чтобы это было отдельное место, где только рабочие документы, потом не скажете благодарность, если у вас до сих пор этого нету, обязательно. Можно в Телеграме купить премиальный аккаунт, раскидать все по чатам, по папочкам, чтобы там не заблудиться. И очень важный момент. Как только у вас появится подчиненный, который специалист, ваша задача на запись ставить все созвоны с ним. Для чего? Для того, что на следующем этапе у вас появится библиотека, ваша собственная база знаний, вашей компании, как вы решаете задачи, на основе вот этих созвонов ассистент потом будет создавать регламенты, бизнес-процессы и так далее. Если этого нету, то придется это просто горьким путем набивать. Я, кстати, сразу дам вам здесь рекомендацию, такой про уровень. Напишите, журнал отклонений введите. Что такое журнал отклонений? То есть, когда у вас было, не знаю, вы поставили задачу, сотрудник Юраса не сделал. Отклонения. Несовпадение ожидания и реальности. Напишите 12 негативных и напишите здесь 6 позитивных. Позитивных – это когда сотрудник раз и сделал лучше, чем вы ожидали. Это тоже очень крутой фактор, на который нужно обращать внимание. Конечно, не больше будет негативных, но все же. Очень важно этот журнал завести, потом он вам очень сильно поможет в том, чтобы описывать процессы, выходить из операционки и чтобы у вас была настоящая система вот здесь. Теперь фишечка про пассивный доход. Пассивный доход. Ура! На этом этапе он становится доступным. Pounds Achievement Unlocked. И более того, я с вами поделюсь тем, что позволило в недавнее время мне свой пассивный доход примерно до 300 тысяч в месяц поднять. Бывает больше, бывает меньше. Но если вы, например, занимаетесь рекламой, обязательно, как можно раньше, подключайтесь к сервисам типа там E-Lama, OneClick, Vitamin Tools и прочих. Вот. Конкретно с Vitamin Tools есть, чему мне нравится, потому что, во-первых, у них самые большие, за которые за 10 лет видел, возвраты с рекламы. Во-вторых, никаких комиссий, никаких условий. То есть там бывает вывод на карту день в день. Вот. И я сам прогнал свои 300 тысяч на рекламу, который продвигал свой контент. Вот. И приходит все мгновенно назад. Очень удобная штуковина. И что еще немаловажно, у нас недавно выступал директор Vitamin Tools, генеральный директор, и он поделился, ну, невероятно высокими условиями по возврату. Да, 16, там, 16,8% возврат с рекламы. Это просто какой-то бешеный money back, я не знаю. Поэтому для вас я вознаграждение от рекламы, да, важно у них такое, это вознаграждение партнера. Так вот, я для вас нашел и покажу вам его закрытое выступление. Оно будет в описании под этим видео. И если вы этот момент досмотрели, вот вам такой вот подарок. Потому что эта штука, например, я про Нину Орлову говорил в начале, да, она подключилась к будущей начинающей. у нее была нестабильная двадцатка, только через этот инструмент у нее уже 25 пассивно капает. Работает она, не работает. Это очень здорово. Даже на небольших масштабах с нуля можно получать денежку. БАМ! Самый большой трансформационный этап номер два мы с вами разобрали. Что же теперь? Что же теперь? Этап три. Как сделать лямчик? Как сделать лямчик? Что у нас в продукте? На самом деле, по сути, мы продолжаем кастдевить, но за счет того, что у нас растет компетенция, за счет того, что у нас растет команда, мы становимся профессиональнее, мы докручиваем наш продукт, собираем нашу обратную связь, у нас потихоньку растет человек, совершенно органично, здесь не надо как-то себя в грудь бить. Приходят более крупные заказчики, более сложные проекты, они просят больше трафик отливать, и это хорошо, мы просто должны за это, как профессионалы, чтобы долюбить эти проекты, у нас должно хватать бюджета. Ну и нам, как собственникам, тоже должно быть интересно помогать, собирать проектные команды под решение вот этих задач. И мы также думаем, а что нам больше всего удается, что сейчас актуально, какие истинные задачи, поэтому мы кастдевим, повышаем наш продукт, повышаем чек на него, или повышаем количество клиентов. Теперь, что касается трафиков и продажи. Здесь у нас появляется такой актив, как личная медийность, как уже эксперты, мы начинаем спикерить на разных мероприятиях, мы начинаем, нас начинают куда-то приглашать и звать, у нас в соцсетях образуется профессиональная комьюнити, у нас появляются собственные ресурсы, сайты, порталы, мы на них ставим пиксели, делаем ретаргетинг, если на этом этапе, например, разрабатываем сайты, мы обязательно вшиваем ссылку на нашу презентацию, например, или на наш сайт, то есть, кем разработан этот проект, и таким образом много трафика приходит на наш сайт и хотят заказать сайт, как у нас. Очень важный элемент это работа с базой, то есть, мы ведем наших клиентов в базе и общаемся с ними, спрашиваем, как у них дела, что они вообще делают, в чем у них затыки, и они постоянно у нас что-нибудь докупают новенького. Вот у нас очень большая часть нашей выручки приходит с работы с базой, у нас уже накопилось, если мы здесь не забываем вести нашу базу клиентов потенциальных, копится серьезная база и мы с ней просто работаем. Ну, а если нам этого не хватает, мы подключаем холодные звонки. Это самый рабочий канал, особенно, если мы говорим про большие, супер большие агентства, если мы хотим управляем Литген, ну, вот так рынок устроен, холодные звонки реально работают. Ну, и ивенты. Холодные звонки и ивенты, по сути, вот на чем живет рынок. Что у нас здесь касательно системы, да, вот на третьем этапе, чтобы пройти его успешно и хорошо, фокус у нас здесь, если на первом этапе мы его проходим за счет продукта, третий этап мы проходим за счет системы. Видите, здесь уже очень много пунктов. Во-первых, у вас появляются бизнес-процессы. Бизнес-процессы, это что, в какой последовательности мельчайшей, простейшей операции надо сделать для того, чтобы получить гарантированный результат. Описываем бизнес-процессы, исходя из наших предыдущих встреч с командой. Да, у нас появляется база знаний, у нас появляются регламенты с видеоинструкциями, как правильно делать те или иные задачи. Обязательно нужны паспорта проектов, например, то есть, что это за компания, какие вводные данные, какие цели проекта, какие были по ним выполнены задачи, шаги, что вообще этот клиент заказывал. Потому что, если у нас уйдет сотрудник, который ведет этого клиента, он называется аккаунт-менеджер, то все, информация исчезла, придется погружаться кому-то еще, это все накапывать, и это очень плохо. А тут аккаунт ушел, мы его заменили, замечательно, результаты не просели, все в одном месте. Таск-менеджер или управление задачами, либо Asana, либо Bittrex, все приходят к этим двум сервисам. Я больше топлю за Asana в силу своей простоты, и Asana, вот она так вот выглядит, у нас решается, ну, то есть, мы здесь видим, где какие задачи у нас, кто ответственный за проект, да, всякие там разные ништяки, вот, можно посмотреть, просто составить чек-лист, как выполнять проект, Ctrl-C, Ctrl-V, сотрудников поменял, и все, в любом это времени всем удобно смотреть, вся команда насквозь, друг дружку видит. Теперь у нас появляется оргструктура по функции, она уже, видите, усложняется, у нас появляется управляющий с ассистентом, у нас появляется дир по производству, под которым ставят проекты, а под ним уже специалисты, да, у нас появляется аккаунт-менеджер, аккаунт иногда относится к отделу продаж, иногда к производству, здесь вот, ну, чуть-чуть в зависимости от ваших вкусов, скажем так, да, у нас есть собственный маркетолог, который упаковывает наши внутренние сайты, внутренние проекты, внутренних ботов, презентации, там, и так далее, есть ответственность за HR, рекрутер, финансовый помощник, да, очень важно, чтобы у нас в команду приходили подрядчики, потому что здесь на самом деле вот система и команда это вот наши ключевые точки роста и так далее, и у каждого отдела у нас появляются корпоративные, вот эти вот папочки на корпоративном диске, чтобы HR-департамент точно знал, а как проводить собеседование, а где у нас лежат идеальные вакансии, а где у нас в отделе продаж например скрипты, примеры хороших сделок и так далее, и так далее, и мы просто начинаем любить эту систему, это может показаться скучным, но на самом деле это тоже достаточно творческая задача вот это все как раз перепродумать, здесь мы растем как управленцы, нам очень важно здесь снизить эго, снять в себя ответственность, передать ее команде, вот так вот, да, не погружаться в процессы, позволяйте им косячить и быть немножко со стороны, это тяжело и сложно, но здесь мы обязаны расти как управленцы, иначе мы на этом уровне просто застреваем, кто у нас здесь с точки зрения команды, менеджеры проектов, группхеды, под которым специалисты, у нас есть рекрутеры, или уже прям хороший готовый HR, который продумывает, что там, кто у нас состоит, как вы понимаете, чтобы всех этих людей хватало им денег, у нас естественно растет средний чек, да, это все не с того, что мы так решили, просто потому, что мы такие вот молодцы, это обоснованные реалии рынка, появляется ROP или старший диагност, у нас, например, трехуровневый отдел продаж, ну, как если брать ROP как уровень, то есть, есть квалификатор, потом диагност, который диагностирует, аудирует там бизнес или проект, который к нам приходит, вот, и закрывает его, предлагает сделку, а ROP вставит им планы, планерки и так далее, вот, у вас появляется бизнес-ассистент, финансовый помощник, внутренний маркетолог, это команда, и, в общем-то, точка роста, как вы понимаете, это просто систематизация этого всего, если вы не выйдете здесь из операционки, то наступят выгорания, еще остальные проблемы, поэтому очень важно себе это все здесь отвязывать, помогает, наверное, это кто? Менеджеры проектов или групп-хеды, вот они вот здесь вот, если вы будете, самое главное, ни в коем случае не погружаться в проекты здесь, выходим из проектов целиком, что теперь? Четвертый этап, ура, вот он лямчик, ну, здесь уже можно поставить лайк, если вы считаете правдоподобным, или огоньков, да, насыпать, там, написать какой-то комментарий для влечения алгоритмов, что вам понравился этот видос, да, хорошим плюсом у нас здесь, это консалтинг, выступление, платное выступление, вот, к примеру, вот в октябре, я просто за то, что я провел 4 часа в зума, пообщался с методологом, мой опыт с меня сняли для курса по маркетингу для предпринимателей, мне просто взяли, заплатили 180 тысяч, очень удобно, ну, то есть, я классно провел время, у меня есть конспект, структурированные мои знания, они пойдут потом в контент, я привлеку новых клиентов себе, и мне еще за это денежку заплатили, за счет чего? уже за счет такого накопленной экспертизы, если вы, конечно, работали с медийностью на предыдущих этапах, да, какие-то консультации, вот, мне там, вот, за книгу денежки прилетают, какие-то капают, тоже приятно, ну, если есть у вас здесь призвание, есть тут путь по харду, можно открыть свой инфобизнес, вот, я очень, не пытайтесь быть наставником где-то раньше, серьезно, вот, ну, вот, тут можно еще хоть как-то куда не шло, но вот раньше третьего этапа, когда у вас это систематизировано, не пытайтесь, иначе это будет шизофрения полнейшая, тотальная, вам придется и проектами управлять, и с учениками возиться, это будет просто караул, у меня такой был в 2018 году, в силу того, что в 2015 году записал курс, для того, чтобы как раз структурировать, найти себе в команду помощников, я не мог это найти на рынке, лендинги тогда только появлялись, сайты продающие вот это все, вот, и я переживал ужасный стресс, но в итоге это выливается в то, что, ну, если построили воронку, то есть прям отдельный проект, и он гораздо сложнее, чем агентство, вот я, сразу будьте к этому готовы, многие почему-то видят в инфобизнесе, много легких денег, хотя, это гораздо сложнее бизнес, чем агентский, вот, ну, вот воронка, отдел продаж, хороший продукт, точный, и я могу себе позволить иногда, там, целый день гулять, ничего не делать, а миллион на счету появляется, да, за суточки, вот, так тоже бывает, так тоже бывает, но это путь не для всех, я считаю, что это либо вот, здесь правда бывает, что вы становитесь продюсером какого-то эксперта, но вот самостоятельно становиться наставником, ну, ну, хер знает, ну, честно, это вот прям очень волатильная, рискованная история, а вот консалтинг на себя брать, по сути, что как консалтинг, когда мы берем деньги за увеличение прибыли заказчика, какую-то часть мы можем делать силами нашего агентства, какое-то просто трекерство, погружаясь там пару раз в неделю, созваниваясь командой нашего заказчика, да, это норм, 200 тысяч в месяц примерно это на рынке стоит, то есть это вот такая очень лайтовая штука, потому что эта аудитория к вам все равно по рекомендации будет приходить, так как вы в предыдущие годы нарабатывали ее. Что ж, вот такой путь, лямчик, 5 лямчиков можно зарабатывать, растите, пожалуйста, совершенствуйтесь, учитесь, стройте системы, работайте в долгую, делайте качественные услуги, вот, последнее еще хочу сказать, такая вот мотивация для тех, кто досмотрел до этого момента, для чего я вообще этим делюсь. Так получилось, то, что у меня растила бабушка, вот, бабушка работала на трех работах, и так как я единственный такой мужчина, там, на две семьи, она мне всегда говорила, что тебе растить, там, кормить семью, когда я умру, вот, потому что мама у меня работать не может, в силу, там, причин по здоровью, и я вот старался, все время думал, как зарабатывать деньги с 14 лет, старался, вот, оказывать какие-то услуги для бизнеса, и я вижу, что многие специалисты прямо сейчас, они, ну, действительно, качественные услуги делают, они реально погружатся, они реально стараются, но в какой-то момент, вот, с 2013 по 2018 год, я застрял на уровне, вроде, 100 тысяч рублей, и я не знал, как делать, это был такой достаточно тяжелый, кровавый потолок, я вижу, как люди могут сидеть без проектов, не могут масштабироваться, в силу того, что не знают, как, поэтому для себя, если хотите такую миссию, сейчас вижу, это вот делиться инструментами, делиться какими-то наработками, каким-то опытом, для того, чтобы специалисты, которые оказывают качественные услуги для бизнеса, могли больше реализовывать свой потенциал, больше оказывать объем услуг, вот, и если вы даже в эти моменты доросли, если вам зашел формат, можете поделиться с коллегой, который тоже, может быть, есть классные амбиции, который тоже хочет расти и развиваться, возможно, ему вот эта стратегия будет очень полезна, потому что, ну, все возможно, нету здесь ничего невозможного, как бы растите, действуйте, развивайтесь, вот, я уверен, что у вас все-все-все получится, значит, под ссылкой с этим видео, я постараюсь приложить полезные материалы, какие-то отзывы, чтобы вы посмотрели, вдохновились, потому что часто просто не хватает мотивации, иногда кажется, что это невозможно, нет, это все возможно, ребята, попадайте в то окружение, где, ну, люди вместе с вами растут, плюс, как и обещал, поделюсь бонусом по пассивному доходу, на этом сегодня все, всем хорошего настроения, пока-пока. Продолжение следует...